Дорогие зрители, всех приветствую. Продолжаем мы с Алексеем Малецким комментировать матч для вас. Это LDLC против команды FNADK Academy и третья решающая карта Cobblestone. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Ухо, действительно, Есенечка. Мы смотрим уже выход на точку Б от команды LDLC. И что дальше? Карус! Каких два хэдшота, но ответ от Аликса, XMS от JZWalkins также включается делать минус по месту. Ситуация 3 в 2. Баттон вместе с JZ просто берут и разваливают экзистент с Алексом. И пока вдохнул, раунд закончился. Да, слишком быстро у нас играют обе команды и хороших хэдшоты ставят. Стрельба просто зашкаливает у нас у юных и молодых. То есть от команды, наверное, FNADK отделяет FNADK Academy только опыт. Потому что стрельба очень хорошая у этих ребят. Тут я с тобой полностью согласен. Карта Cobblestone в FNADK уже начинает с того, что берут пистолетку. LDLC очень быстро решили выйти на А. При этом там просматривалась абсолютно себе такая полноценная идея. Это был сплит через дропы, через платформу. Ну, довольно стандартный раунд. Опять же, очень популярен у многих команд выход на точку B. Ну и сейчас в FNADK DLC двигается на А. И по идее, вот если JZ здесь не допустит ошибку, то значки должны забирать этот раунд. Но LDLC довольно динамично двигается. Баттон делает уже минус по Алексу, который пытался пройти на пленку. Ну, вот Баттон, так, продолжает работать на хелпе. Тойну забирает JZ Волкинга. Ну и Плессон включается также в это противостояние. Делает еще килл. Ну и Голден с Баттоном забирает двух последних. Ну и в итоге не самое хорошее начало для LDLC. Вот в моем понимании, это карта для двух коллективов на среднем уровне. То есть явно не топ-карта, не лучший их пик. Но вполне себе играбельно. И, в общем-то, карта Cobblestone в целом, можно сказать, довольно популярна на профессиональной сцене. Вот среди коллективов топ-уровня, да. Да, среди всех новых карт она в итоге стала очень популярной. Потому что, кстати, наверное, больше всего внимания ей в свое время уделили разработчики. Я напоминаю, что первый Cobblestone, он был совсем другим. Там еще даже в 1.6 версии. Потом была карта Forge. Потом Cobblestone добавили в CSGO. Он был тоже совсем другим. И там, по-моему, вот этот Cobblestone, который мы смотрим сейчас, это там третье, четвертое издание, условно говоря. Потому что очень долго искали баланс. И в итоге последние изменения... Да, но я сказал, Forge был в CS 1.6. Выход на точку B. Коктейль Молотова отсекает. И вот последний апдейт, это ступеньки, которые находятся справа от Каруса. Они как раз-таки внесли очень многое в этот современный Cobblestone. Краус, извините, забирает нас Тойноу. Рядом Плезон, бомба при этом лежит. Спину поджал у нас Баттон и выход на него с МПшкой. Сумеет ли сыграть? Да, делает два отличных минуса. Последний XMS против пятерых. Неплохо тут действительно подфармил. XMS плака может сделать хэдшот, но нет. Все-таки Баттон с теком разбирается со своим оппонентом. Ну, интересно, интересно сейчас, как LDL-C будут выходить из этого положения. Ну, положение такое, что оно не то чтобы трудное, но начинать всегда с 0.3 не самое приятное, что может быть в Counter-Strike. И уже нужно возвращаться в эту игру. Нужно уже сейчас включаться. Я вижу, что у нас с экономикой. Они покупают... Ты понял, что они делают? Посмотри, они оставляют деньги еще на бай в следующем раунде. Здесь покупают теки, МАК. Ой-ой-ой, я такого не видел. Что творят эти пассажиры? Это вообще законно? Это что-то новенькое. Это что-то новенькое... Был бы Даня Дев, сказал бы, выше Высоцкого. Посмотрим. Начинается раскидка Б-плента. Теки плюс Калаши и УЗ-шка. Открытие от Natic. Неплохо. Аликс делает килл, но при этом на пленте очень много шведов. И они, по-моему, разбираются со всеми. Аликс остается один против строя, играется К-47, погибает. 4-0. Начало положено. И начало довольно схоже с оверпассом. Точно так же Фнатики тащили. И вот сейчас как раз-таки тот самый раунд, который, если проводить полную аналогию, должны брать LDL-C. Но LDL-C. 3,5 тысячи. И Гвоки. Кстати, почему не покупают... 4-600, 4-3-100. То есть... Они сделали неполный бай в прошлом раунде. Я тебе на это акцентировал. То есть... Осталось у трех игроков... У одного тысячи, у двух осталось по 1700 около того. То есть там изи можно было купить просто 4 Калаша. Они купили 2 Калаша, 2 Тека и 1 УЗ-шка была. И опять вышли на В. И в этом раунде уже сейчас они опять делают эко, при этом... Ну, видимо, это решение связано с тем, что у них есть там натренированный раунд, который они берут, если берут, там неважно с какими девайсами, да. То есть им неважно в этом раунде вообще на девайсы. И они решили взять именно его, и поэтому экономят деньги. Типа, если не возьмем, тогда сэкономим. Ну, в итоге сэкономили, но все равно сейчас форс. Ну, если честно, очень экспериментальные тактики от Экзистанса пока что. Удивляет парень, если честно. Нестандартно. Ну, мне кажется, что сейчас могут ЛДЛС просто за счет вот таких вот раундов, не совсем даже понятных, наверное, для самих себя. Хотя, не знаю. Могут просто себя загнать в очень тяжелое положение в плане счета. Вот ФНАТИКи выйдут на 5-0. Дальше там, ну окей, ЛДЛС разыграет какой-нибудь раунд. Там ФНАТИКи условно его прочитают. Выграют еще один. То есть раз, выигрываешь 7-0. И при этом посмотри, что они делают. То есть дальше вот просто падает один в дропруме. Команда не двигается. Начинается выход с рукава. Сейчас заходят на точку А. Там уже все это опять же читается ФНАТИКами. Хелпа стянулась. Уже упал Челл с девятки. Еще один на хелпе. Джейзи Волкин делает минус по Аликсу. Ну и вот закрыто, закрыто, ребята, закрыто. И ваши ключи просто вот не подходят вообще к такой обороне. Которую сейчас демонстрирует СНАТИК. Ну и конечно же, атака не самым лучшим образом справляется. Иксэмэс, кстати, делает фраг по Голдену, который под стальшку врывался. Но Карлс все-таки его забирает. 5-0. Ну сейчас мы увидим оружейный от ЛДЛСи. Ну вот. Ну дальше. А дальше. Это главное. Похоже на тебя. АВП Тойну. 4 калаша. АВП Джейзи. Деньги есть у команды ФНАТИК. И денег очень много. Могут позволить себе даже проиграть. Все начинается с дефолта, как всегда. Некоторые игроки в туннелях. 2 человека перед центром. 1 контролирует боковуху. 1 миддл. Ну и могут позволить. Минут 30 до конца. Времени, конечно же, пока хватает. При этом фнатики тоже дефолтно играют. Карлс играет под свой смачок. Чекает ноги. Заходит вдаль. Откидывает стандартную хаешку. Возможно, она несет немножко дэмэджа. Нет, ни в кого не попадает. Все живы, все целы. И вот она, хорошая хаешка под Экзистенса и под Мистов. По 50 хп теряют оба эти игрока. И в этом плане Голден сыграл просто действительно как настоящее золото. Собственно, его ник значит. Пледень решил поджать только что бплент. И смс был к этому готов. Но преимущественно теперь за командой Фнатик. Смотрим, как сыграет Баттен у нас перед боковухой. Алекс ровит Баттена. Тем временем Карлс урывается у нас на ланге. И все равно остается один единственный Голден против четверых игроков команды ЛДЛЦ. И, наконец-таки, французы, скорее всего, возьмут раунд. Очень красивая и качественная позиционная атака от французов. Голден тут обороняется у нас пристроечки. Делает минус по тайну. Но месту его забирает. И уже таким образом ЛДЛЦ в свою очередь получает первый раунд в актив. Классный вот выход от ЛДЛЦ. Знаешь, такой вот... Очень удобно его показывать пример молодым командам и игрокам по ролям, кто что делает. Потому что вот было видно, как ЛДЛЦ полностью двигались по схеме. То есть просматривался совершенно там... Граната туда. Туда мы... Я контролю здесь это. Я контролю это. То есть ты видел по позициям. Тот подсажен. Этот смотрит. Врыв читается. Все. Раз, сделали килл. Ну и потом вот в целом даже мы видим, что не дошли до плента. Бомбу там не ставили. Уже когда загоняли последнего. Короче. Уже когда делали все киллы, оставался человек один против четверых. То есть да, бомба установлена, даже ничего не решала. Это называется вот делать киллы до захода на плент. И если ЛДЛЦ сейчас продолжит это делать, и ФНАТИки никак не поменяют свою игру, то у ЛДЛЦ может быть очень неплохая серия в атаке. Джей Зи в боковуке с тиммейтом. Ребята чекают выход на себя. Тем временем Аликсу удалось их обойти, но понимает, что нужно принимать спину. То и ноу, ловят Джей Зи, извините. И теперь уж точно баттл никак не ждет Аликса. Но Аликс, кстати, не пошел в боковуху. Аликс просто выходит на плент, и его там никто не ждет и не смотрит. Аликс замечает балкон, попадает по Гольдену, заходит на плент и говорит «Ребята, здесь чисто, берите бомбу, ставьте ее». Но при этом баттл он не ждет. Баттон делает минус, Иксэмэс наказывает Каруса. Выход на Б-плент все-таки тут Плэзон действует в дроп-руме. Слышит возле себя оппонента, чекает его, забирает Иксэмэса, играет на пленте. Это 2 в 3, там все красные. Баттон 1, но Экзистэнс 9 хп, Мистов 16 хп. И Баттон ловит моментально Экзистэнс, откидок отель болтового на плент. И сейчас будет гореть, Мистов уходит влево. И все-таки Баттон сзади находится, но Бистов тащит. Ой-ой-ой-ой, 5-2, друзья. О май гад, о май гад. Красивый раунд на ТЛДЛС. Тем временем на секундочку отвлечемся, Сенечка, для себя. Для тебя специально. В сегодняшней статье речь пойдет о таких неприятных сожителях, как плесень и другие виды грибка. Также мы рассмотрим, чем опасна плесень, какие ее виды портят многим людям жизнь. А также рассмотрим, как избавиться от плесени. Ну вот одна плесень может сегодня испортить жизнь французам, если обыграют на Кобблстоуне. Фнатики ЛДЛЦ и выйдут вперед. А вот ЛДЛЦ будут паковать чемоданы и ехать назад к тебе в Францию. Но там недалеко. Можно и на поезде, наверное, доехать каком-нибудь, и на самолете, естественно, долететь. Поэтому не страшно. ТЗшка у нас от Баттона. Все остальные играют с диглами по 250-й от Джей Зи. Отличный выстрел. У меня все еще стоит перед глазами хэдшот от Мисту. Ситуация 1 на 1. Очень тяжелая ситуация для него. Ладно. Джей Зи уже делает минус по Мисту. О том самом... Куда? Что? Как? Боже мой, ЛДЛЦ. Как же я вас перехвалил в прошлом раунде и просто беру тэка в ответ снатики. При этом одновременно на всех фронтах ошиблись все французы и очень удачно сыграли в своих дуэлях, в своих перестрелках игроки команды Fnatic. И это шестой раунд для ЛДЛС и уже... Вернее, для Fnatic. И уже тут может быть ошибочка от французов. Они делают сейчас Force Buy. Опять же, это похоже на какой-то такой легкий кильт. Но с другой стороны-то в любом случае денег не будет. И раунд взят, раунд отдат. Это, конечно, от... Ну, это очень плохая экономика. И мы сейчас видим то, что решают сделать Force. Пять тэков уже подходят на старт ланга. Ну и готовы раскидывать гранаты и захотеть, судя по всему, на аплэн. Ну а фнатики, видно, по позициям читают все это дело. Ну, уже даже подсадочку делают. И готовы принимать. Гольден у нас на дереве. При этом хороший коктейль Молотова заставляет Гольдена падать. У него, кстати, армора 26 хп у Гольдена. Карус принимает Б-мейн. Выход от ЛДЛС на точку. Позиции у террористов хорошие. Можно зажать сейчас довольно серьезно своих оппонентов. Но при этом все-таки в дым нашились серьезно. Гольден с плесенью абсолютно всех. И еще один раунд уходит в копилку шведского коллектива. А денег все так же мало, дорогие зрители. Денег нет. И шансов, конечно же, у ЛДЛС. Ну, по крайней мере, в этом раунде тоже совсем мало. Ну, я отметил в прошлом раунде то, что плохой закуп решили в Форсбай. Ты понимаешь, дело даже не в этом. Окей, вы придумали сделать быстро в ответ Форсбай. Ну, как бы, да, такое решение. Там может быть импульсивное, может быть, не важно. Ой-ой-ой, могут быть проблемы здесь. У-у-у, Фнатик, но Баттон, какие-то два минуса. При этом XMS все-таки из ГЛК сделал минус по GZ, который предварительно сделал минус в медле по Баттон. Очень четко подстраховал своего тиммейта. Вот тоже можно здесь в этом компоненте предлагать игру. Фнатик к просмотру, вот как взаимодействует звено на точке А. Ну, в данном случае это был, конечно, Битл. В итоге Мисту также нашел килл. И вот ЛДЛС получает АВП, Молотов в окно. Сейчас бы сгореть золотому парню. Где-то все-таки минус 40 кп. И Existence с АВП уже проходит на А. Ну, из этого что-то может получиться. Может, может получиться. С АВП можно делать киллы. Мисту, не знаю, заметил ли на спуске сейчас соперника. Подбирает бомбу. Он, скорее всего, дал информацию Existence. Тот заходит на коннектор. Знает, где находятся Баттоны. Делает килл. А это уже 2 на 2. Existence, правда, скажем так, занял теперь менее выгодную позицию. А Плезен не попадает сейчас в спину и дарит серьезный шанс. Existence слышит соперника, ловит флешку, пускает префайр, уходит и пробакивается. Но все-таки шанс остается. Нет, Плезен делает килл. Existence погибает. Мисту остается 1 против 2. И минус Мисту. Восьмой для Фнатиков. Бомба стояла. Ну, сейчас будет очень хороший байт команды ЛДЛС. Закончу мысль по поводу их форса, что сделали форс вот стэками, да, такие пистолеты, которые, ну, нужны им, нужны, экш, нужное движение. И подошли, то есть поняли, что не могут выйти на платформу на точку, подошли, или даже сразу, вот, я думаю, даже и не пытались выйти быстро. Подошли, вот, знаешь, вот стали на старте ланга стэками. Ну, и стоят. Вот есть раскид, ну, вот дальше что? Вот опять же, ну, можно за счет смаков получить где-то небольшое преимущество при выходе на плент. Но это сделать очень тяжело. Особенно против, вот, тяжелых девайсов. Это, ну, практически невозможно. И в этом плане, мне кажется, что, например, перспективнее смотрелся бы выход на А, да, или какие-то, вот, раскидка быстрая на А вот стэками. Тут, мне кажется, запушить А намного легче, чем точку Б. Несмотря на то, что, просто, почему Б сложнее запушить? Потому что узкий проход, вот этот, вот, коридор, этот лонг, мне очень тяжело, вот, идти, там, 2-3 человека, вот, особенно, когда гранаты, когда экшен. И, учитывая то, что у тебя теки, ты должен быстро двигаться, мне кажется, что нужно, как раз-таки, выбирать направление движения точки А. Ну, вот, LLC пока не так, не так, вот, сейчас они пробуют А точку ломать. Везде их, просто, принимают, вот, очень легко, фнатики, и непонятно даже, за счет чего французы могут сейчас здесь вернуться в игру. Это есть проблема, это проблема для нас, как для зрителей, потому что... Мы с тобой комментаторы, прошу за ней. Ну, да, ну, зрителей, ну, я имею в виду зрелищность и качество игры. Так, я тебе сейчас про плесень вспомню. Ты, у тебя, у тебя очень хорошо получалось, ты говорил pleasant, вот, вообще чудесно. Нет, просто как-то, как-то pleasant, просто что-то, что-то не идет. Красиво, pleasant. Нет, я понимаю, конечно, что это pleasant, но просто плесень тоже можно прочитать. Ты, вон, Каруса тоже называл Кайрус, или как-то так, Кайруса. Ну, Клар, ты думай про Кларла, на какой-то Кларла. Карлу Клары украл Кораллы. Коктейль Молотова, стандартный от команды ЛДЛЦ вдаль. Пытаются они навязать игру на ланге, но при этом играют с тэками. Первый, второй арморы. Стоят и ждут, когда пройдут гранаты, чтобы раскинуть свои. Нет, не дождались до конца. Летит огромное количество смоков. Карус моментально откидывает флешки коктейли в ответ. Лежит пока что огонь на ступеньках. Ну, а ребята из ЛДЛЦ упали в дроп-рум. И, кстати, интересный фейк. Раскидочка точки Б, выход на Апленте. Выход на Аплент. Ну и Джей Зи сейчас за машиной. Зажатся в тех сторон, превращается на 5-7. Но при этом, в буквальном смысле, съедает Тойноу и Мистуу. Остается Алекс вместе с Экзистенсом. Экзистенс ловит огромное количество дэмэджа. Ну и Алекс делает два кила из пистолета в ответ. Возможно, заберет еще Плент. У него П-250. Но есть инфа все-таки у двух последних игроков защиты. По Алексу он топает. Бомба при этом у защиты. Алекс мог только что забрать. У нас даже попадает, по-моему, хэтшот прострела. Минус Гольден. Один на один. А Джей Зи-то с АВП. Он снайпер. Он всегда может промахнуться. И тогда у Алекса серьезный шанс на то, чтобы взять все-таки этот раунд. Нужно тащить. Алекс это знает. Видит. Видит, видит. Но не дорабатывает. Джей Зи. Отличная работа. Ну, очень неплохо. Вот только что Алекс двигался. Вот видно, что технический игрок очень силен. Ну, вот в плане, знаешь, вот... Когда человек в хорошей форме, вот когда он разыгран, когда он чувствует движение, и то, как он стреляет, вот, ну, Алекс вот только что приятно удивил. Кстати, Алекс это англичанин, он стоит, состоит не англичанин, то есть там у него стоит флаг Великобритании. Ну, я не знаю, он, конечно, может быть ирландцем. Нет, ирландцем не может быть, шотландцем, в смысле. Вот. И интересно, кстати, я сейчас посмотрю про него информацию. Это французский коллектив, при этом еще Тойну у нас, да, Бельгияс, если я не ошибаюсь. Ну, и вот Алекс, он у него великобританский флаг. А что ирландцем не может быть? Ну, ирландия же вроде отдельное государство. Нет, королевство. Как оно же не сходит в состав Великобритании? Может, Шотландия и Ирландия входят? По-моему, нет. А по-моему, входит Северная Ирландия как раз-таки. А Ирландия обычно не входит. Не знаю, не уверен, не уверен. Сейчас, сейчас чекнем. Google в помощь. Так, Содневная Великобритания и Северная Ирландия. Государство в составе Содневного Королевства и Северной Ирландии. Википедия. Нет, Северная Ирландия это отдельное государство. От Ирландии это два разных государства. Ну, как бы, два разных устроя. Своя административная единица. Так. Короче, Алекс 21 год. Алекс Макмикин, кстати. Мак, это очень, вполне вероятно, что это он шотландец. А сейчас на Ликвиде и посмотрю про него формат. Смотри, в Великобританию точно входит Уэльс, Северная Ирландия, Шотландия, сама Англия и остров Мэн. Если я не ошибаюсь. То есть, там может быть еще какие-то острова, которые... Ирландия конкретно, она не входит в Великобританию. Да. Да, спасибо. Спасибо, Алексей Малецкий, за урок географии. Тем временем у нас подходит таймер к концу. И теперь 15 секунд фристайма. Но после фристайма команда ЛДЛЦ должна собираться, друзья. Собираться, чтобы побеждать. А если она не соберется, она логично проиграет. И вылет чемпионата. А так все хорошо начиналось. Напоминаю, что Кэш проиграли шотом 16-14. Потом оверпасс выиграли с довольно серьезным счетом. Продемонстрировали, что оверпасс именно они выбирали. Но вот на Коблсовне игра пока что совсем не идет. Все очень плохо для команды ЛДЛЦ, которая за атаку, за ту сторону, где нужно брать, ну, как минимум, 7 раундов, пока что взяла всего лишь 2. Но 3 остается. Будут выходить, пытаться выходить на счет 10-5. Хотя шведы, конечно же, будут делать все, чтобы выиграть с счета 12-3 или даже 13-2. Что-то похожее. Мы уже видели у ЛДЛЦ, не играли через два рукав. Два было, даже трое, там, перед дропом в коннекторе. Ну, дело в том, что сейчас все, что делают французы, оно будет читаться шведами. И вопрос в том, что вот как будут читать все это дело в ответ уже фнатики. Пока вот под флешечку выход от французов. Молотов, отличный в ноги. XMS делает минус по баттенусу. Оказалось, довольно открытая позиция. JZ минус Alex и XD. Отлично на репике. Также забирается Карус, который пришел на хилку на аплент и уже отвалился. Плессон, волки. Остались вдвоем, упал уже Плессон. Ну, вот такой довольно, ты знаешь, вот медленно начинали, очень медленно начинали. А потом под флешечку раз-раз-раз и через медл и рукав очень красиво зашли LDLC на точку А. Ну, и будем надеяться, что это не один раунд по активе. Может быть, еще парочку они возьмут и, в общем-то, мы увидим вполне себе содержательную атаку этих парней. Деньги у них в любом случае будут, потому что только что 4 человека выжило у команды LDLC. Это значит, что дроп нужен одному лишь Алексу и вроде как LDLC все равно будет покупать. И при этом трудности по экономике у шведов. Фнатик Академия покупает эмки, нет АВП, есть дефуза у Джези, дефуза у Баттона, но при этом Баттон играет с Зэшкой. Поэтому LDLC действительно может проиграть, но с счетом 10-5, что исходя из этого всего, будет довольно хороший, достойный счет. 4, 3, простите, игрока сейчас у Фнатик на точке А, они решили, что вот LDLC поломали Аплэнд. И, возможно, захотят повторить эту историю. И вот Фнатики тут же принимают такое контрдействие, укрепляют они коннектор между медлом и рукавом. И при этом еще Голден стоит на старте вот этого вот ланга всего. И у него тоже хорошая стрелковая позиция. Вопрос теперь в том, как французы это все дело прочекают. Вот здесь связка той и новой экзистенс, насколько я понимаю. Отец и сын Джейси. Делать минус по Аликсу и Голден тут же включается. Отличная комбина от Фнатика, она полностью сработала. И вот отрезали вот таким вот образом выход на точку. Оп, ответ от LDLC. Мистую экзистенс отвечает. И, кстати, ошибся по поводу экзистенса в рукаве. Это был другой игрок. Плэзон играет у нас под Б-мейном, чекает дропрум. Ребята из команды LDLC собираются вроде как атаковать точку А. Но здесь два человека. Однако экзистенс это не помеха. Он забирает Джейси. Пошла инфа по Баттену. Тот разворачивается и делает еще один хэдшот. И повезло, если честно, мисту. Тот был красным. Один хэлспоинт, но при этом тащит. Возвращается на Драгонролл. Драгонролл, извините, его слышит. Плэзон, который берет этот ключевой для команды Фнатик раунд. 11-3. Два человека у команды LDLC просели по деньгам. Купить не могут. 3-800 у Тойноу. И два человека могут купить хороший бай. Ну, три калаша, два тэка. Фамосы у команды Фнатик. Посмотрим. LDLC будут стараться взять хотя бы 4 раунда. Покупайте, друзья, знаменитые суши Драгонролл. Это те самые суши, которые готовит вам знаменитый повар. Все не сенья треножинга. Выход на дроп-рум. Голден делает минус 50 тестов. Можно еще забрать эксэмэса. Тот все-таки забирает такие в свою очередь Голдена. И Плэзон отлично работает на холпе. Дальше выход через платформу. Ну и LDLC разочаровывает. Честно, разочаровывает. Алекс один спускается по ступенькам. Нет, решил остаться. Берет бомбу в руки. Постарается установить. Но толку от этой бомбы никакого. Нужно раунд брать в любом случае. Нужно вычислить соперника в начале. Хотя бы одного-двоих. И тогда уже ставить пакет. Алекс чекает куб. Слева от него два оппонента. Но они перемещаются довольно хорошо. Знаете, где находится точно Алекс. Шансов 0. 12-3. Ну, а сушки. Они, конечно же, с угрём. Это те самые вкусные суши с угрём под названием Драгонролл. Сверху ещё икорочка какая-то. Хорошая реклама. И соус. Да, и соус. Слушай, соус. Вот тут три раунда в атаке от пацанов. Вот это проблема. Вот это есть реально проблема. И как французам вернуться в игру, я даже не представляю, если честно. Знаете, такие парни, что... Вот они показали сегодня на двух предыдущих картах, да и на этой, что они могут очень неплохо адаптироваться под соперника. Хорошее качество команды, молодой команды. Я не знаю, у них там есть тренер, который активно жестикулирует, ходит за ними. Но в любом случае коллектив выглядит довольно симпатично. И напомню, что Джейзи Уолкингс это стенд-ин. Не знаю, возможно, это будет игрок на постоянной основе. Он как раз таки заменяет парня с похожим ником Джейзар. И тоже, по-моему, он был с АВП. И вот с Джейзаром они выиграли в Китае турнир China Top 4. Мы его комментировали для вас. Играли они там против MVP Phoenix корейской команды по Counter-Strike. И вот выиграли там 70... Что-то около 73 или 4 тысяч долларов. Там турнир был на 4 команды. И Fnatic Academy оказались... Да, там дофига денег. Там даже параллельно шел еще какой-то чемпионат. И Fnatic подняли больше бабла, чем более именитые команды на этом чемпионате. На другом турнире. Не-не-не, там был параллельный. Это была квалификация на мейджор. Перестрелка от Mistoon на старте лонга. Он тут на ступеньках. Вроде как была неплохая позиция. Но он за счет того, что пострелялся просил до 5 хп. Теперь вынужден уже играть более пассивно. А у него как раз таки была ответственная роль. Он должен был все это играть лонг на щек. Ну и вообще в целом у LDLC довольно таки интересная позиция. Вот XMS в рукаве там чекает. И Fnatic собирают информацию, анализируют. Анализируют, пытается понять, что сделают их оппоненты. XMS все-таки словил отличный тайминг. Минус JZ Walkman. Ожидал на GZ подобный выход. Но при этом стрельба у XMS была намного лучше. Хороший хэдшот. Mistoon тем временем чекает лонг. На него пойдет со временем, скорее всего, один игрок атаки. Даже два игрока атаки. Ну и опять же, шанс попасть в голову всегда есть. Mistoon хороший стрелок. Поэтому посмотрим. Играет на стандарте, играет на ступеньках. Если что, в курятнике с рядом. Рядом находится Toyno. Поэтому все равно могут принимать LDLC натиков. Mistoon сумел сделать килл. Плезнь погибает. Button тоже килл. Karus, Golden. Все умерли. Победа LDLC в пистолетах. Ну что, камбэк от французского коллектива? Ну очень хотелось бы для интриги, как раз таки. Очень хотелось бы для интриги, чтобы французы взяли хотя бы, ну не знаю, чтобы попотели, потащили. Force by у нас в ответ от стандарта Академии. И вот уже можно говорить о том, что вторая вот может быть... Не, наверное, рано, рано все-таки говорить о том, что вторая сторона тоже будет довольно однобокой. Это будет ясно вот после нескольких оружейных раундов от Fnatic Академии. Но пока все хорошо. XMS, отличная работа. Oh my god. Какой FAMAS отлично от этого парня. Но Button и Karus делают по минусу. Один произошел в коннекторе, второй как раз таки здесь на рукаве. И вот у Button появляется FAMAS, а у второго Colt. Как же неаккуратно отыграли французы. И это уже очень серьезный шанс для Fnatic. Увидел Karus игрока за машиной. Откидывает туда хаешечку. Все правильно делает. Тут в свою очередь отмораживается смоком Button. Делает минус по экзистенсу. И есть информация по челу в машине. Должны загонять сейчас Fnatic. Его и они получают огромную возможность выиграть просто третью карту. Да уж. Че-то LDL-C совсем расслабились. Но все-таки будут тащить. Будут пытаться. Alex 30. Mistow 100. Но при этом Karus забирает нас, Alex. Я не знаю. Но все-таки если Mistow понимает, что два человека на плейнте, у него все шансы. У него все-таки 100 хп. Первый пошел. А вот про второго может не догадываться. Или все-таки знает. Да, играет. Играет справа. При этом берет он этот раунд. Ну, тут все-таки два красных зажатых на плейнте. Нужно было, наверное, друг от друга как-то убегать. Пытаться в этом плане разыграть. Удалось Mistow затащить раунд. Пятый для команды LDL-C, дорогие зрители. Ну и противостояние продолжается. Бомба, правда, стояла. И шведы могут, наверное, купить теки первой арморы. И как-нибудь быстро сыграть. Вот Алекс там был на плейнте. И это он как раз-таки дал информацию Mistow, что двое в плейнте. И было, собственно, тогда уже, видимо, понятно Mistow, как действовать. Ну, первого он четко вырубил. Там, к слову, нужно отметить, что один был красный. Ну, в любом случае, мы видим, что в теки поставили бомбу в прошлом раунде. Но денег все равно не хватает. Сейчас они делают эко. Есть возможность купить подиглу. Почему бы нет? По теку попробовать сделать килл. Опять же, мы видели, что французы имеют свойство допускать ошибки. И вот в прошлом раунде, несмотря на то, что XMS с Фамасом сделал три минуса, как-то фнатики все равно нашли возможность зацепиться за прошлый раунд и создали довольно серьезные проблемы французам. Сейчас у нас один игрок в рукаве. Вот он присматривает все это дело. И на него начинается выход. Как раз-таки я хотел сказать о том, что игроки команды Fnatic подходят уже близко к XMS. Он делает два минуса. Плессон отвечает. Правда, на XMS оно демонстрирует красивое, даже не красивое, а шикарное владение Фамасом. Он хороший автомат, легкий, который иногда, конечно, может варить феноменальные вещи. Ну что, 12-6, и вот сейчас оружейный раунд от Fnatic Academy. Если французы смогут взять седьмой оружейный, да, и тогда появляется надежда. Алекс оставляет, покупает даже больше того, он покупает себе фармган. Посмотрим, есть АВП, а тайну? АВПшка есть, можно поесть. АВПшка плюс FAMAS, existence. Вот такой вот бай. Ну и довольно быстро игра от команды Fnatic. Они подходят на точку, начинается выход. Мистел ловит Каруса, а тем временем килл от тайну. Можно еще забирать. Получает довольно много дамеджа прострелом, но живет до конца. Он на снайпер, при этом Мистел заходит в спину. Не удалось ему забрать Плезона. В дропруме должен включаться баттон, но его чекает existence. Делает килл. Плезон, один хп, голден 71. Ну а пришел Алекс уже на помощь. У него МПшка, хороший девайс, чтобы отстреливать как раз-таки вот таких красных плесеней и гольденов. 12.7 в пользу команды Fnatic, но LDL-C камбэчит Алексей. Как-то слишком уверенно, да. Французы настолько уверенно сейчас играют за КТ, что чувствую я легкой прогулкой. Фнатики здесь не отделываются. Да, тем временем я нашел страничку в фейсбуке Алекса Макмикина. Алекс Макмикин. Значит, он живет во Франции, на самом деле. Почему, вот видишь, почему англичанин играет с французами? Сам англичанин является французскоязычным. Мисту делает минус поджить Волги, но отличный ответ от Плеслен и Карус. Оно сгорает при этом Плеслен. Голден пытается уйти от столкновения с огнем, но все-таки Экзистенс отлично стреляет с Калашом. Делает он минус по Голдену, Алекс заходит в Друпрум с другой стороны. Экзистенс на девятке. Он понимает, что бомба вполне возможно стянулась как раз-таки на аплент. И Баттен может поймать хороший тайминг для себя. По 250-й погибает у нас на балконе. Экзистенс все-таки чекал эту позицию. Карус остается один против троих. Чекает Плэнт, там играет один. Погибает Экзистенс. Один в два теперь. Но по Карусу теперь источная инфа. Нужно менять место расположения. Карус это, естественно, знает не хуже нас с тобой. Заходит на боковуху, чекает коннектор. Один играет в дверях, другой играет на балконе. На Плэнт ему дадут зайти. Но бомба-то при этом под балконом, насколько я понимаю, да. Да, бомба далеко. Но бомбу, кстати, можно взять, выиграть дополнительно хотя бы деньги. Это уже будет маленькая победа для команды Фнатик. Но при этом счет станет 12-8. По-моему, французы уж сейчас точно видят, знают, что можно камбетчить. Ну да, им этот раунд очень важен с точки зрения вообще морали. Потому что вот сейчас проиграть такое. И вот, кстати, довольно спорное решение отдать бомбу. Услышал, Алекс. Да, услышал, услышал. Алекс начинает действовать. Выходит вдвоем. Главное не отпускать друг друга. Не по одному. Нет. Справился Алекс. Кстати, Алекс, которого я открыл страничку в Фейсбуке. Почему француз? Что ты все к Алексу представляешь? Я не понимаю. Ну интересно. Любовь какая-то к Алексу. Скай любовь. Ты что, странно? Или что? Когда комментатор футбольный рассказывает о игроке, то, судя по всему, это любовь, да? Рассказывает. Не, ну у тебя просто Алекс, Алекс. Я все слышу про Алекс, Ирландия. Прикольно чувак сыграл. Он для меня неизвестен. Я LDLC не так часто смотрел. Ну, интересно. Молодые игроки, молодые команды. Вообще тут мы видим, что половина мира Counter-Strike сейчас играет на ВСГе. Половина мира готовится усердно по пункт кемпам. А еще одна часть тех самых игроков вот играет на Green Card. Но и ноу. Ну или любовь все-таки. Поговорить, что ли. Я не понимаю. Нужно поговорить. Или то, что ты сказал, или любовь. Одно из двух, третье невозможно, 100%. Плезм пока что нашивает нас лонг. Там вдалеке никого нету. У нас статуя. Два возле куба и два на точке А. Экзистенс. Смотрит центр. Тем временем за боковуху отвечает у нас XMS. Оп. XMS. Подслежку тиммейта решил проверить, но по таймингу не успели. Минуты времени. Я, по-моему, чата перечитал. Минуты времени до конца. Оп. Пимов. Вот ты, по-моему, в чат что-то слишком часто смотришь, а сам меня обвиняешь. Люби. Люби к Аликсу. Кстати, видно, что сейчас, смотрите, обратите внимание, что фнатики, они не знают, что делать. Если честно, у них вот время идет, 40 секунд осталось и до сих пор нет открытых зон. Если Карус сейчас поймает тайминг, то может все хорошо сложиться для шведов. Экзистенс отлично работает на хелпице. Забирает он Каруса и XMS. Все. Позиция в смоке на раунд. Делает один минус. Но как же ошибается, в втором уже изи Волкинг отвечает. И это шанс для команды ФНАЧ. Да нет, шансов на самом деле немного, потому что два игрока красных погибает 100 хипово. Это Плезон. Голден делает размен. Аликс минус. Ситуация 3 в 2. Экзистенс на пленте. Упал под кт-спаун. Заходит за машинку. Думает, что где-то здесь находится один из оппонентов. Но там никого не было. При этом GZ неплохо отыгрывает на сузе деревяки. Но остается один против двоих, потому что падает Голден. И GZ подбирает плент, но умирает. 12-9. Еще один раунд для команды LDL-C. Деньги есть у команды ФНАТИК, но деньги здесь будут теперь до того момента, пока ФНАТИКи наконец-таки не возьмут раунд. Голден просит еще один тайм-аут. Да, не получается игра в атаке от ФНАТИКа. Вот так вот. Казалось бы. Кто-то видит изи-катку за атаку на Коблстоуне, а кто-то видит изи-катку в защите. И пока TML-DLC очень-очень неплохо смотрится. Ну, вот смотри. Они взяли 3, да? 3 взяли. Уже как бы, ну, не уже, а по факту. То есть им нужно набирать, конечно же, чуть больше, чем 3. Просто 13 сейчас брать. Но! Вот факт в том, что ФНАТИКи-то ничего не могут сделать. И карта Коблстоун, в принципе, такая карта, которая, если вот твой оппонент не играет быстро, да, не пушит просто вот этот сумасшедший. Там B, там фейк-пуш B, там фейк-сплит, там не фейк, а сплит-пуш A, то вот у тебя хватает, в принципе, времени на то, чтобы перетягиваться. Да, можно всегда выбирать позиции под рукав какие-то там сейфовые, да, и как-то где-то поджимать, может быть, платформу. Есть подкладка в друп-рум. И, в принципе, в защите, если ты вот читаешь игру, понимаешь, как играет твой соперник, то, ну, почему бы не брать эти раунды? Брать нужно, тем более нужно тащить сами, если же французы себя загнали в сложное положение на первой половине. И сейчас будут пытаться с высоко поднятой головой выходить как раз-таки из этого сложного положения. И тем, собственно, и прекрасна игра Counter-Strike, что мы можем наблюдать подобные истории. Тащили-тащили, да? И камбэк во второй. Все это время у меня не работал микрофон, поэтому... Ну, повторять я не буду вам, друзья. Уволен. Ставь Лукас в чат, если Сеня уволен. Так, если Сеня, ухо, где Сеня, я понял. Сеня тут уже, все нормально, сейчас он законтролит вам картиночку, и все хорошо. Интересно, вот мы говорим, что... Ты говоришь, да, что великолепная игра, там, и так далее, и так далее. Я с тобой согласен, но... Карта-то террористов, это же очевидно для многих, что Cobble Stone это карта для атаки хорошая. И если здесь атака не может как раз-таки показать уверенную игру, то это проблема атаки. А то, что Дефенс как бы делает по дефолту правильные вещи, то это, конечно же, очевидно. Не ступо, Молотовый, отличный поджим. А зачем? Поджим. Поджим. Ну, это типа, знаешь, это подожжом и поджим в никуда. Короче, поджим под коктейль Молотова, это поджим. На Исайя можно делать. Один кидает коктейль, другой врывается. Это называется поджим. Тойноу чекает дропрум. Там два человека, но при этом Тойноу должен отвечать также за лонг. Алекс с эмкой. Не знаю, догадывается, что слева от него буквально находится игрок атаки. Прилетает коктейль Молотова вдаль. Тойноу неплохо отыгрывается в ВП. Алекс ловит все-таки Гольдена, погибает Карус. Ситуация 2 в 3. В большинстве брят из команды LDLC. Алекс срывается на лонг и забирает Плезана. Но при этом на пленте. Джей-З играет, но Алекс наказывает Иего. 12-10, еще один раунд для команды LDLC, которые просто берут и камбэчат на карте Кобблстоун. Ну а фнатики делают форс, берут первые арморы, первые и вторые арморы плюс теки и экономят деньги. В следующем будут покупать, возможно, много авиков. Честно говоря, вот в очередной раз я увидел от фнатик совершенно какой-то невнятный выход. Ну вообще, то есть сидели, 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 сидели. Выходили на последних таймингах, опять же их читали, очень быстро была стяжка. Вот то, о чем я говорил. Помнишь, что вот LDLC вот сейчас возьмут первый оружейный раунд. Вот я сказал, почти там, сколько, 5 раундов, не 5 раундов назад, чуть меньше. 5, да, 5 раундов назад. Что вот если LDLC вот поймают эту, ну не только даже волну, если будут просто читать своих оппонентов, а те, в свою очередь, не будут играть быстро, да, не будет просто там раунд за раунд где-то накидаться на позиция, ну какие-то позиции, то LDLC будет просто читать и вот, ну даже сейчас, вот посмотри, как они расположены по карте. Один чел стоит на старте платформы, все, один уже с дропа может играть спокойно там с окна, второй вот, как у него сейчас на хелпианной коннекторе, это при том, что он может выйти и на пленте и смотреть выход с дропа. И при этом еще двое на А. И они, вот эти двое на А, они тоже расположены в такую линию, что они очень закрыты. И здесь, чтобы фнатик дальше двигаться, да, заходить на плент, на тот там, на А двигаться, на Б, им надо постоянно открывать эти зоны. Понятно, что сейчас уже ситуация такая вот, да, мы по факту, я просто анализирую этот раунд. Но в целом, по игре в атаку, нету вот, фнатиков нету вот напряжения по каким-то вот фронтам. При этом парни вроде делают киллы, но мы не видим, мы не видим вот какого-то сильного напряга, да, там, ну, как-то не то чтобы сильного, но как-то уверенно, очень уверенно смотрится LDLC и очень неуверенно смотрится фнатик. Два в пять, попробуют еще поставить плент. Практически нереально, коктейль Молотова на выход, горят, и Мистов прекрасно их забирает. Двенадцать одиннадцать, тайм-ауты уже закончились у обеих, наверное, команд, хотя у LDLC может быть во второй половине есть тайм-аут. Я, правда, не знаю, как тут по правилам на этом чемпионате, сколько тайм-аутов разрешено, но, по-моему, по одному за сторону можно брать, и вот у LDLC, скорее всего, еще остался тайм-аут. Но он им, вроде как, не нужен. У них все под контролем, они неплохо отыгрывают за КТ, и подряд взяли уже три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять раундов, да? Девять или восемь раундов подряд. В общем, шикарная работа от команды LDLC. Понимаешь, тут все идет к тому, что они будут брать дальше, вот так. Если сейчас не поменяют свою игру Фнатики, то даже взяв один раунд... Ну, такое решение с АВП, подсадка. Вообще, эту подсадку абсолютно никто не ждет именно с АВИКом, но промахивается. Хотя нет, Фнатики там вроде как подпрыгнули, прочекали секретный этот мостик, и все-таки увидели снайпера. Но при этом снайпер сделал выстрел, не погиб, и все хорошо, все здорово. Гольден подошел у нас под дроп-рум, снова шведы готовят выход, наверное, на точку Б. По идее, если даже этот раунд... Нет, все неплохо. Начинается для шведов, минус Аликс, откидывает флешку. Так, нет, все-таки дальше не выходят. Сделали минус и стоят. И стоят, и это на самом деле очень загадочно. Ну, они просто настолько раундов уже отдали, что не хотят рисковать, пытаются как-то по-шведски, как их старшие братья из полноценной команды Фнатик, там, отыграть. Но получится ли? Потому что часто мы наблюдаем, когда команде лучше убить и выйти, чем потом как-то разыграть и прийти в итоге на засаду, наткнуться. Потому что все-таки там-то играет опытный Экзистенс, который в какой-то момент может прочесть и подсказать. Но Фнатики выходят сейчас вроде как на Аплент. Накидывают банки, коктейли Молотова и смоки в коннектор. Иксэмэс возле деревяки, выходит на боковуху, замечает Баттена, но его моментально проверяет Карус, делает килл. Игра, наразумение, довольно серьезная. Мисту под балконом забирает одного, пушит дальше в центр, но тут Гольден. И это первый раунд для команды Фнатик. Но в таких ситуациях нужно брать серию, потому что Баттен с Карусом сейчас просят дропы, скорее всего, или Гольденом, кто-то, не знаю, выжил. И команда Фнатик рискует остаться без денег, если не возьмет сейчас раунд, друзья. Ну, а LDLC покупают, у них есть деньги, но, кстати, как всегда, деньги имеют свойство заканчиваться. Что самое интересное, если даже Фнатик проиграют раунды, но будут делать киллы, то у LDLC может быть огромная проблема с деньгами как раз-таки в лейте. И им может вот сейчас уже сыграть против них то, что, ну, кстати, я вот говорил, да, что довольно легко брали Фнатики, но я не обратил внимание на то, что в трех раундах подряд Фнатик делали по три килла. То есть там, ну, удар по экономике был довольно ощутимый. Вот сейчас вот этот вот удар, который был в предыдущих раундах, может как раз-таки подпортить всю концовку для LDLC. Но вот я говорил о том, что вот Фнатики, если возьмут вот сейчас один, то это ничего не будет значить в игре. И для LDLC, в принципе, ничего не поменялось. То есть им нужно дальше уверенно продолжать вот так вот обороняться, да, собственно, фундаментально, как они это делают. Ну, и вот теперь действия от Фнатиков, и это интересно. Сейчас у нас Баттон играет один люркер, накидывает гранаты, типа мы идем на аспортом под зонтом. Но на самом деле такое не должно работать, потому что тут у LDLC должны прочитать что-то. Коктейль Молотова летит у нас вдаль. Тойноу тем временем чекает Б-мейн. Тойноу. Прилетает несколько флешек. Аликс минус Голден, погибает Плезон. Тойноу. БУМ! И это хил. Вот теперь Карус минус, ситуация 2 в 4. И команда Фнатик все-таки отдает как раз-таки тот самый важный раунд, о котором я долго и нудно рассказывал. 13-12. Фнатики пока что лидируют, но денег нет. По двушке у Плезона с Голденом. 2 500 у Баттона. И только лишь Карус с Джейзи могут что-то купить. Ну, по-моему, Фнатики должны еще сыграть с Глоками и в следующем раунде покупать калаши. Но они другого мнения. Даже не знаю, насколько правы. Но, исходя из того, что у нас у ЛДЛЦ на табуляции нет денег, тогда Фнатики, наверное, правы. То есть такой раунд, если затащат, уж наверняка выиграют. Но, блин, его нужно еще затащить. Посмотрим, удастся ли. Очень оптимистично. И Карус бежит просто в начале раунда, падает на платформе. Его подловил тут Алекс. И... Ну, ребята, если вы хотите тащить, нельзя. АЛЕКС, как неаккуратно, отыграл на платформе, падает. Он от Блэзона у Фнатики появляется шанс. И ситуация 4 в 4. Ну, вот выход. Дальше что? Падает Блэзон от Тойну, Мисту. Отличная приемка также от Экзистенса. Тойну, Минус. Ну, вот, ребят, вы хотите тащить, да? Вот вы делаете волевой бай, вы считаете, там у вас Майндгейм, смотришь, 1700, 4200, 3600, так-так-так, там раунд, туда-сюда считаешь. Покупаешь и идешь на Б просто. В пятером, в начале раунда, на минуту, минута 35, там минута 40, почти, чел просто погибает на старте платформа. Ну, как можно так затащить? Так не тащится. Друзья, и вот этот раунд, который вы взяли в атаке, он может так и остаться единственным. Ну, Сень, ну скажи, ну разве я не прав? Ну, вот что, вот бай, вот бай, да? Во-первых, бай, само решение. И второе решение, это вот этот вот просто выход на Б просто. Не, решение по баю нормальное, потому что они наверняка догадывали, что LDL-C тоже проблемы. Но то, что они действительно потом сразу сыграли какой-то паршивый раунд, это, конечно, неправильно. За такой раунд нужно потеть и отдать вообще все на свете, а бы его взять. Вот взяли бы тогда, победили бы на карте Cobble Soul. Ну, а так 13-13 и, скорее всего, все движется к тому, что ну, или проиграют, или допы. Но если допы будут, тогда все-таки допы уже, исходя из этой ситуации, это будет маленькая победа команды Fnatic. И на допах они, может быть, переведут дух и сыграют потом получше уже. 2 в 3. JZ и Button. XMS забирает JZ. Случайно клацает вторую кнопку мышки, натягивает, стягивает, скручивает глушитель, но все-таки уходит и разбирает дальше Button'а. LDLC, друзья. Команда, которая проиграла первую половину 12-3, наконец-таки вышла вперед на карте Cobble Stone. Это, если честно, даже немножко не верится. Честно, я давно такого не видел на Cobble. Ну, это, я вам скажу, интересно, интересно. И что самое интересное, вот видишь, тоже очень важный факт, что всего-навсего только в двух раундах в атаке Fnatic'и дошли до плента, то есть поставили бомбу. Тогда как LDLC в атаке сделали это только один раз. Все остальное время были просто вот, убийства происходили в основное время, да, то есть раунд выигрывался за счет киллов, а не за счет бомбы. И это тоже довольно интересная статистика. И Fnatic'и действительно не могут дойти до плента. Так, появляется интересная перспективная история для команды Fnatic в этом раунде. Они забрали XMS'а и Existence'а сейчас принимает рука. Всенька, что там произошло. Golden в коннекторе забирает Алекса. Ситуация 3 в 5. Golden контролирует точку B. Зажим A, плента с двух сторон. При этом перед боковухой действует Existence, который даже не реагировал, но, видимо, пытался прятаться до конца. Miistow погибает. Toyno остается 1 в 5. И уходит на сейв. Это 14-14. Это я тестил просто новую тему. Типа я могу теперь фишечку включать. Типа, например... Типа, например... 14-14. Поздравляем команду Fnatic, это временная ничья. И сейчас и пропал туда. Ну, это ты просто не слышишь. Там такие аплодисменты, короче, классные. А-а-а, я понял. Ну, это фишка прикольная. Ладно, будем считать, что 14 тысяч зрителей были подопытными подопытными в данном эксперименте от Арсенья Сейси-Триношек. Я создаю хайп. Это хорошо, на самом деле. Друзья, я вам скажу, что когда игра интересная, игра однобокая, что самое интересное, то комментатор должен уметь разбавлять все это дело и всегда найти возможность и пошутить, и рассказать интересную историю, и географии научить, и посмеяться вдоволь. Собственно, я думаю, что за этим вы сюда и приходите. Ну, и в чате кто-то. Есть еще отдельная категория людей, которые приходят чисто пописать в чате. Вот, мы видим, даже неинтересно, что на экране происходит. Они, представляете, в чате строят. Кто пирамидки строит, кто ловит друг друга. За одно место. Да, кто еще что-то. Кто экспериментирует, как Сеня. Так, ну что, самое интересное, друзья. 14-14 и вот Close Game. Сейчас уже начинается самое интересное. Уже мы поняли, что в атаке две команды не очень. И сейчас вот как раз таки завершающая стадия, чтобы понять, чье не очень все-таки получше. Потому что напомню, что LDC в первой половине взяли всего-навсего три раунда в атаке. Голден пока что начинает нашивать возможную подсадочку в дуркруме. Там никого у нас нету. Экзистенс чекает боковуху. Подсаженный при этом в боковухе XMS откидывает смог. Причем довольно интересный смог, имитируя тем самым, скажем так, свое отсутствие в этой позиции. Но команда Фнатик немножко посмотрела центр и уходит на точку B. На B пленте у нас играет Карус. Он там под B мейном далеко стоит. Но и Фнатики готовы делать раскидочку. Зажали все свои смоки. 40 секунд до конца этого раунда. И три человека у нас обороняет плент B. Четвертый, пятый очень далеко. Поэтому как раз таки этим троим нужно постараться. Очень хороший тайминговый смог. Откидывает Мистол под себя. Соответственно где-то на 15 секунде этот смог развеется. И команда Фнатик рискует. Ой-ой-ой, выходит один, выходит второй. Ошибается немножко Мистол. Наносит много дэмэджа. Карус 70 хп. Но при этом Тойну играет у нас курятники. Забирает Каруса, забирает Голдена. Алекс действует тем временем за скалой. Тойну шикарная флешка. Слепил одного из оппонентов. 10 секунд до конца этого раунда. Уже все ребята из команды LDL-C подошли на точку. И они тащат 15 раунд. Ты знаешь, вот если можно проанализировать атаку двух команд. Вот если LDL-C как-то более сумбурно двигались в атаке. Там они как-то А ломали через рукав. У них были какие-то идеи. Выпадали в дроп-рум. Пытались сплитовать. То Фнатик Академия просто это вот самый ужасный пример того. Ну самый яркий пример того, как не стоит играть. Насколько плохая Академия все-таки. Нет, Академия хорошая. Команда прекрасная. Игроки клевые. Все нормально. Просто игра в атаке это просто, ну вот это, знаешь, это материал для работы. Да, с которым нужно поработать. Ну вот не могут парни изобразить ничего, кроме как посидеть до 30 секунды и потом начинать выходить. Вот так вот под флешки, под гранаты, естественно, когда они читаются полностью своими оппонентами. И Фнатики сейчас близки к поражению. На самом-то деле вопрос, да, в том, что они поменяли вектор атаки. Сейчас, скорее всего, они под все это дело будут фейковать. Два игрока стоят в дроп-руме. Три перед точкой А, один медлет, два в рукаве. И вполне возможно это будет фейк. Но опять же этот фейк сейчас будет читаться командой LDLC. Ну и давайте смотреть. Последний раунд. Кто выходит все-таки из группы? Хмс, хорошая позиция. Возле боковухи его не проверили. Хмс сейчас будет делать киллы, но пропускает одного и второго своих соперников. Хмс, вот он, замечает. Вот это фейл. Только что он был брать просто изи раунд сам, но он этого не сделал. Ошибся. Тем временем возле боковухи Экзистон все-таки ловит Жей-Зи. Начинает нашивать дальше. Ситуация 4 в 2. 40 секунд до конца. Экзистон забирает Гольдена. Это победа команды LDLC. Поздравляем, дорогие зрители. Публика аплодирует, ликует. Все хорошо. Победа команды LDLC. Они выходят дальше. И дальше мы с Алексеем Ухомалецким смотрим кого? Мы смотрим команду Vegas. Кладрон против команды Big. Я думаю, что тот матч будет не менее интересным. Этот матч, спасибо большое команде Fnatic и LDLC за то, что этот матч был, ну, все было в нем. И драматизм, и прекрасная игра двух коллективов на своих пиках. Прежде всего это кэш от Fnatic и оверпасс от LDLC. Ну, и Cobblestone, и, конечно, ужасная игра в атаке от двух коллективов. В итоге всего-навсего в активе только два раунда у одних и три раунда у других на карте Cobblestone. Ну, а дальше Vegas. Кладрон против команды Big. Обязательно приходите. Для вас работает студия Ruhab, конечно же. Ухо и сенье. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин